Это 7 тысяч квадратных метров. Строителям потребовалось чуть больше двух месяцев, чтобы благоустроить территорию. Проложить дренажную систему, установить подпорные стены, ведь парковая зона находится на склоне. Высадили 200 деревьев. Настроение поднялось. Хочется здесь находиться, отдыхать и приятно видеть своих. Будут приходить и дети, и мамы, и взрослые отдыхать и будет очень приятно. Мы очень надеемся, что жители будут тоже так же относиться бережно, как и мы, те, кто хотели этот сквер. Здесь можно не только проводить семейный досок, но и заниматься спортом. Обустроили детский игровой городок, площадку для воркаута и многофункциональную спортплощадку с искусственным покрытием. Чтобы сквер стал удобным местом для прогулок, специалисты обустроили пешеходные дорожки, установили лавочки, урны для мусора. По словам заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрея Чибица, который также принял участие в торжественном открытии сквера, Сочи можно считать примером для всей России. Ведь на курорте успешно и качественно реализуется программа благоустройства городской инфраструктуры. Этот год, 2018, будет еще более ударным, потому что теперь уже за счет программных денег нам будет помогать и федеральный бюджет, и краевой бюджет. И мы построим еще 7 вот таких скверов, парков в нашем городе. Надо сделать так, чтобы каждый микрорайон города имел такое замечательное место, культурное место, место, где бы детки занимались спортом. В ближайшее время новые скверы планируется открыть в микрорайонах Светлана и Голубые Дали в Адлере. Так что сочинцев ждут еще сюрпризы. Гелена Овсецина, телекомпания ФКТ.